Всем привет, с вами Варгуни Дмитрий и сегодня я вам покажу ряд юных химиков, один из которых набрал 45 килограммов за полтора года. Еще один начал курс тринбаллона в 14. Вы узнаете, что бывает, когда малолетки страдают дефицитом внимания, потому что у них нет родителей или эти забили на них болт. И они предоставлены только каким-то дурным компаниям и социальным сетям. Обязательно прожми лайк куринаболу ролику, потому что из-за блокировки ютуба активности нужно кратно больше, чтобы набирать просмотров как прежний. Мой проект по заработку в интернете работает уже шестой год каждый день. За это время что только не происходило. Войны, пандемии, кризисы. Но мой проект работает каждый день все эти годы. Со мной ничего не произошло. А это может быть только о том, что проект законен, он работает исправно и абсолютно каждому он приносит реально, а что самое главное, гарантированный лично мною результат. Кто-то скажет мне, что в моем проекте невозможно заработать большие деньги, готов выплатить полмиллиона рублей. Кто знает, может быть уже в следующем ролике именно ты захочешь показать свои результаты в моем видеоматериале. У меня нет менеджеров периодичной обработки какой-либо команды. Все общение с каждым клиентом от 0 до 100 процентов конечного результата происходит лично со мной. Но так как мой ресурс не резиновый, а подписчиков становится все больше и больше, через неделю доступ закроется навсегда. Все ссылки будут в описании под роликом и в закрепленном комментарии. Первого пациента зовут Джекс Рэйбон. В 14 лет он выглядел так и весил 57 килограммов. Тренироваться начал примерно в это время, но его половое созревание, толком не успев начаться, уже получило удар в виде стероидных курсов в этом возрасте. Всего за полтора года парень набрал 45 килограммов. Я тоже счел странным, что у чела как минимум 14 айфон и он выкладывает такое плохое качество. Я это связываю с синдромом качка и комплексами. Данное туловище думает, что он дрыщ, поэтому себя стесняется. У него почти все фото и видео сделаны в темноте, а полноценное фото или видео с отчетливым изображением лица отсутствует. Это может быть связано с низкой самооценкой, навязанной извне. В итоге парень, который весил 57 килограммов, через полтора года стал весить более 100 килограммов. Как и подобает любому западному натуралу, он у себя пишет в профиле, что он нетти и веган, что означает натурал и вегетарианец. Силовые показатели пассажиры под названием «Жекс Рэбон» впечатляют. В свои 14 лет он уже жал 85 килограммов на 2 раза. Я, к слову, после полугода тренировок жал 75 килограммов на 1 раз. За 5 месяцев любитель угробить свое половое созревание спрогрессировал в становой тяге со 130 до 160 килограммов. И только отбитый поверит, что это все сделано в натурах. Самое обидное для персонажа, что за всю историю его публикации, за предграмма, подписчиков как таковых нету. У чела ролики набирают миллионы просмотров, а подписчиков чуть менее 4к. В чем смысл? В тиктоке вообще печаль, а снято более 700 роликов ради 18 тысяч подписчиков. Ради чего безвозврат на гробе себя – непонятно. Из-за реально толкового, что я нашел, так это то, что он видит больше отдачи от натурального белка, нежели от добавок. А в качестве секрета набора массы выложил фотографии с обилием правильной пищи. Это, пожалуй, единственное, к чему стоит прислушаться у данного гражданина, желающим накачаться. Еще один любитель пожертвовать собой ради размножения других более приспособленных ввел свой ютуб-канал под названием Big SM. И сразу, чтобы не мелочиться, человек в 14 с весом 67 килограммов начал курсить сармами и тринбаллоном. Это видео будет о том, как я лично начал принимать стероиды в возрасте 14 лет. Вам, ребята, это может показаться немного безумным, и я не могу удержаться, вы, ребята, этим занимаетесь. Мне было около 12 лет, и я действительно начал ходить в спортзал. Мне это начало нравиться. Мне начала нравиться атмосфера, царящая там. Это действительно соответствует моему характеру, моему менталитету. Я просто ходил каждый день без перерывов, ел примерно 4-5 раз в день. Но в спортзале, куда я ходил раньше, было много людей, которые были большими. Вау, я даже не думаю, что эти парни такие уж естественные. И лично я хотел бы перейти с ними на следующий уровень. Я такой, эй, что ты принимаешь? Откуда у тебя такой размер? Как ты его поддерживаешь? Что ты ешь? Какие добавки тебе нужны? Ты принимаешь что-нибудь? И он сказал мне, что если ты серьезно относишься к этому, то встретимся в этом месте в назначенное время. И он начал объяснять мне, на чем основаны стероиды, что для этого нужно и все такое прочее. О, я принимаю Армс, я принимаю Тренд. Это зависит от того, как чувствует себя мое тело. Так что да, я решил начать. Начать с Тренда. Да, вам, ребята, это может показаться безумием, но так оно и есть. Это в 14, но это попытка перейти на новый уровень, понимаешь? Видео, где он рассказывает, как начал курсить в 14, удалено, потому что на него стали снимать много разоблачений. И это, на моем опыте, самый молодой пассажир, который начал в таком возрасте курсить такими тяжелыми препаратами и об этом рассказывать публично. Тренбаллона даже многие профессионалы избегают, потому что от него множество тяжелых побочных эффектов. Тренбаллон постоянно заставляет находиться в состоянии возбуждения и стресса. Ему присущи такие неприятные явления, как нейротоксичность, нефротоксичность, кардиотоксичность и так далее. Если это все значительно ухудшает здоровье даже у взрослых людей, то о чем можно говорить, когда трен использует человек, которому нужно пройти еще много лет, прежде чем его мозг, половые органы, гормоны и все остальное сформируется. Но с таким компотом даже разовый курс все ломает на корню. И многим людям это может не понравиться, и я не могу их винить. Понимаешь, это не их стиль жизни. Это мой стиль жизни. Именно таким я хочу быть. Он показал мне подборку псалмов, трендов и всего, что он использует. Я такой, да, да, я возьму это. Есть ли какие-нибудь побочные эффекты? Он такой, да, конечно, у тебя будут побочные эффекты. Понимаешь, ты принимаешь то, чего не должен был принимать. Я такой, все в порядке. Да, я начал ездить на велосипеде, и теперь это просто вошло в привычку, понимаешь? Он такой, ты не можешь достичь этого естественным путем. Тебе нужно улучшить свои навыки, чтобы перейти на следующий уровень. И тогда я решился на это, и у меня получилось. Черт возьми, да. Подпишись и поставь лайк. В общем, чел настоящий камикадзе. Ради того, чтобы вы ему поставили лайк и подписались, он готов себя угробить. Его рост 171 сантиметра, ему хотелось бы стать выше. Но уже вряд ли это сможет из астероидов, потому что это разрушает гормоны до основания. Запускаются процессы, которые тормозят развитие, созревание и блокируют зоны роста. Парень держался недолго. Видео он перестал выпускать спустя пару месяцев, а многие страницы в интернете удалены. Хоть и поздно, но, возможно, произошло что-то хорошее. Например, ему крепко прилетело, и он взялся за ум. А кому нужны рисостероны, грачебалины, куриноболы и прочие пизостероны, есть специальный магазин, где вы все это можете достать. По промокоду ВАРК вас ждет скидка. 10% не только на первый заказ. А если по всему этому добру вам нужна консультация, составление курса, ПКТ или полноценное годовое ведение, есть специально обученный человек, которому я и свое здоровье доверяю, который все это может решить. В описании под роликом есть все контакты и я вас сведу с нужным специалистом. Тело под названием Гаук Грин начал химичить в 16 и к 18 годам набрал 38 килограммов относительно сухой мышечной массы. Прогресс с 16 до 18 лет он показал на видео. Его вес был около 55 и стал 90 килограммов. Вероятно, его рост в районе 170 или ниже, так как смотрится все это весьма объемно для такого веса. Интернет сейчас развит в каждой точке земли. Любая малолетка, которая находится в любой точке земного шара, может себе организовать даже самый дешевый смартфон, который вполне потянет такие приложения, как ТикТок, Запретграм и Ютуб. Такое обилие поступающей информации на таком молодом мозге сказывается негативно, особенно на фоне разрушающегося института семьи по всему миру в развитых странах. Крепыши зачастую растут в разведенных семьях, неполноценных семьях или даже в полноценных семьях, но там часто родители забивают на свое чадо, оставляя его на произвол судьбы. Наедине с компьютерами, телефонами, планшетами или с дурными компаниями. Поэтому у них развивается дефицит внимания, который приводит к таким последствиям. Все без исключения, кто садится на курс в таком возрасте, обречены. Все эти их дурные поступки, даже может быть они в глубине души и понимают, что делают ерунду, вызваны дефицитом внимания, потому что тем самым они хотят показать, что вот они здесь, надо бы им тоже уделить внимание. Тут даже в тему ему коммент оставили. Цитирую. Вот что бывает, когда отец никогда не играет с сыном в мяч. Эта рубашка и это видео придают ему женскую энергетику. Часто у таких персонажей весьма нестандартный внешний вид, в виде странных причесок, непонятных металлических предметов в ушах, носу и подобного. Вы сразу сможете отличить таких пассажиров от обычных. Они прямо выделяются среди остальных. Странное поведение, музыка в постах, депрессивное оформление публикаций и такой же антураж на фото и видео и другие весьма мутные загоны. В наше время подростки, которые желают сделать себе форму, невероятно уязвимы. Молодому пареньку 14-ти годков тяжело удержаться, когда он видит уже сформированных фитнес-блогеров старше 20 лет, серьезной формы, но при этом с уже готовым организмом, скелетом, гормоналкой, мозгом и всем остальным, что действительно имеет значение. И смотря на них, ты в свои 14 понимаешь, что тебе еще много-много лет нужно пройти, чтобы начать использовать стероиды. И крайне тяжело удержаться, когда каждый день тебе в TikTok или YouTube прилетают сотни роликов с мышечными фитнес-блогерами, и это капает на мозг изо дня в день. Процесс становления и созревания тела, личности и всего в целом занимает продолжительное время. Нужно набраться терпения и понимания, не поддаваться искушению. Прибегнув к такому раннему приему сармов, стероидов и тем более трена, ты рискуешь тем, что твой мозг так и не будет окончательно сформирован, и ты никогда не станешь достаточно умен, чтобы использовать препараты правильно. Просто потому, что ты в 14 или 17 сломал возможность своему мозгу и всему остальному развиться окончательно. Такие плачевные истории – это не вина самих подростков, это вина родителей, которые вдруг решили обзавестись чадом и не уделяют этому должное внимание впоследствии. Подобные истории, которые я рассказываю, услышат и единицы из тех, кто находится в зоне риска. Да и то, эти единицы, мало кто из них прислушается. Но в таком возрасте куда важнее заниматься чтением, писанием, уроками, сексами без стероидов и обучаться таким навыкам, как познание, анализ, прогнозирование и планирование. Тот, кто выдержит этот трудный период с 13 по 20 лет и будет на коне. А все остальные уже к 25 годам обречены на провал. По здоровью, да и по всему. Почти все из них, кто начали курсить в таком возрасте, рано перестают снимать ролики. Пропадают вовсе. Полностью меняют спектр своей жизни, либо ловят депрессию, либо с ними что-то происходит. Потому что из-за рано начатых ими курсов биохимия мозга меняется безвозвратно. Вы с этим ничего не сделаете. Поэтому у них постоянно то депрессия, то перепады настроения. И таким людям тяжело сосредоточиться на чем-то одном. На протяжении долгого времени упорно трудиться над чем-то, быть собранным, сконцентрированным. Им тяжело играть в такое, как процессинг, карьерный рост, чем-либо заниматься, что требует усидчивости и большого объема труда. Я уже много снял роликов о малышах на стероидах. И почти все из них кончили плохо. Эти все ролики несложно найти на моем ютуб канале по соответствующему запросу. А если в ваших залах такие персонажи, или может быть среди знакомых, распишите подробно в комментариях, опишите их, кто они, что они. Можно даже скинуть ссылки, и мы посмотрим, насколько эта проблема развита в наших регионах. Если понравился видос, пиши фразу... Белок это желток. Не забываем чекнуть мою телегу по заработку в описании в закрепленном комментарии. Также в этих местах есть ссылка на мой телеграм-канал 18+, где я все это добро снимал когда-то на ютубе, но сейчас правила стали жесткими, и я это все могу укладывать только в свои телеги. И там каждый день я раздаю 10 телеграм-премиумов для своих зрителей. И так как подписчиков там немного, у вас есть шанс забрать не один раз телеграм-премиум, а сделать это несколько раз. А если вам срочно понадобились деньги и завалялась лишняя квартирка, вы можете позвонить по этому номеру телефона или написать соответствующий WhatsApp и решить все свои вопросы. Даже если квартира обладает некими обременениями, быстрый выход на сделку. Ну а с вами был Варгун Дмитрий, до новых встреч, друзья!